Прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти и борьбе с коррупцией. В рамках мероприятия члены комиссии посетили парк в Малаховке и обсудили вопросы его развития. Поводом для приезда в Малаховку целой делегации общественных деятелей и чиновников стало письмо жителей, в котором они рассказали о состоянии местного парка. Попало оно в руки Романа Бабаяна, известного телеведущего и члена Общественной палаты Московской области. Я когда читал это письмо, я понял, что это абсолютно искренне, у людей нет желания очернить власть местную, ничего подобного. То есть там все расписано было обычным простым человеческим языком. Дело в том, что на территории Малаховского парка сохранился фундамент известного в 20 веке на всю Россию летнего театра. Тогда благодаря этому театру Малаховка слыла центром светской жизни. Сегодня вместе с его останками парковую зону включили в список объектов культурного наследия. На сцене летнего Малаховского театра выступал сам Шаляпин. Здесь дебютировала Фаина Раневская. Ее роль была совсем без слов, но в конце спектакля актриса разрыдалась. Крик души сегодняшних малаховских жителей вряд ли относится к драматическим страстям. Они всего лишь хотят, чтобы территорию парка привели в порядок. Детская площадка, несколько спортивных, дорожки, лавочки, эстрада для праздничных мероприятий. Кажется, что все в парке есть, только вот все требует реконструкции. Позади вас так называемое футбольное поле. Это бывшая танцплощадка. Там лежат плиты. Дети играют, там футбол. В одни ворота. Вот можно на плитах играть в футбол? Наверное, нет, да? Но нельзя же это называть культурным наследием. И нельзя же здесь ничего не делать. В ходе выездного заседания стало понятно, что статус объекта культурного наследия как раз и мешал благоустроить парк. Только в 2017 году от Министерства культуры пришла бумага с заданием на проведение работ. В настоящее время сложности касаются структурных изменений в администрации Малаховки в связи с преобразованием Люберецкого района в городской округ. При объединении района в городской округ будет оптимизация всех денежных средств финансовых. И мы уже наметили пути, чтобы отработать и профинансировать проектные работы. И, соответственно, мы просто обязаны будем войти в программу парка под Москвой губернатора. Попасть в программу реконструкции парков и получить финансирование реально. Главное – правильно подготовить все документы, сообщил первый заместитель министра культуры Московской области. Сегодня с коллегами отработали дорожную карту фактически здесь, на площадке. Администрация округа должна сделать проект, учитывая то, что это место является объектом культурного наследия. Обсудить его с жителями. И после этого мы готовы рассматривать все документы по включению в госпрограмму культура Подмосковья. Но, к сожалению, на участие в программе уже можно рассчитывать не раньше, чем в 2019 году. Поэтому было решено начинать приводить парк в порядок своими силами. Договорились о том, что все будут в тесном взаимодействии. Мы будем следить за всем этим процессом, потому что если уж мы взялись за это дело, то мы до конца это не знаем. Во главе с Романом Бабаяном комиссия общественной палаты Московской области по открытости власти и борьбе с коррупцией приедет снова в Малаховский парк через три месяца, чтобы проверить, начались ли работы. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.